Добрый вечер, друзья! Мы приветствуем вас из вечерней студии «Беларусь-4». Жаркое лето 2016. Кто-то отправляется на отдых к морю, кто-то спасается от жары за городом или же на городском пляже. Кстати, о пляжах. Вариантов для отдыха в черте Гомеля сегодня достаточно. Осталось понять, какое место у реки или озера подходит именно вам. В этом вопросе нам помогут определиться гости программы. Приветствуем в студии первого заместителя главы администрации центрального района города Гомеля Сергея Корнеева. Сергей Васильевич, добрый вечер. Добрый вечер. Первого заместителя главы администрации советского района областного центра Александра Бондарева. Добрый вечер. А также начальника водоладно-спасательной службы Гомельской областной организации «Освод» Геннадия Будько. Добрый вечер, Геннадий Леонидович. И заведующего отделением коммунальной гигиены Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии Дмитрия Сычкова. Добрый вечер. Здравствуйте. Итак, уважаемые гости, жаркое лето 2016. Где отдыхаете, где загораете сами в свободное от работы время? Загораю и отдыхаю. На работе. На работе, совершенно верно, совершенно верно. Как правило, через 2-3 года у наших работников, у наших спасателей происходит профессиональная деформация личности. Поэтому они предпочитают погоду паспортную, дождливую. Если солнечная, то только чтобы обязательно лежал снег. Вот так. Вот это да. Сергей Васильевич, ваш ответ? Знаете, наверное, из-за плотного рабочего графика сложно, наверное, так вот взять, отдохнуть, выходные где-то. Поэтому, наверное, так вот, как я всегда шучу, в пиджаке и галстуке на центральном пляже. Через окно администрации. Тоже вариант. Очень люблю гулять с семьей в парке. Центральный пляж, поэтому так же нравится мне, моей семье. А я, когда иду на работу, еще рано загорать. А когда иду уже с работы, уже поздно загорать. Так что практически получается. Достаточно плотный график. Суббота тоже, в принципе, рабочая. Вот кто в нашем городе остается без загара. Без бронзового загара, да? Так называемый офисный загар. Ну что ж, ближе к теме. Пляжный сезон стартовал. Достаточно количество мест отдыха, мы уже об этом говорили. Предоставлено на выбор гомельчанам. Самое большое количество из них находится в центральном и советском районах города Гомеля. Давайте назовем эти объекты и расскажем о них немного. Сергей Васильевич. В центральном районе города Гомеля расположено несколько пляжей. Наверное, стоит сказать, первый пляж это городской, центральный пляж. Все, наверное, жители его знают. Основной, пожалуй, в нашем городе. Да, наверное, и гости нашего города тоже знают это место. Полтора гектара занимает эта площадка. Да, да. Вот, значит, это что в исторической части города находится, да. Но, как известно, центральный район, это также еще и спальные микрорайоны, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й. Поэтому есть у нас и в районе Каскадо-Озер по улице Петруся-Бровки довольно тоже известный пляж. Красивая зона отдыха. Вот. Также в этом году мы сделали новые пляжи. Это на улице Бородина и за Ледовым дворцом в районе улицы Кожера. Также, скажем так, в качестве эксперимента стартовали еще два года назад. Это платная зона воды в районе Обкомовского озера. И как пользуется спросом? Вы знаете, довольно активно. Сначала, наверное, скажем так, были противоречивые мнения. Ну, потому что не сразу все привыкнут, наверное, платить за то, что раньше было бесплатно. Довольно необычно было, как бы, да. Ну, вот, скажем так, мне кажется, мнения успокоились. Ну, на самом деле, выбор есть. И отдохнуть на бесплатном пляже. Ну, те, кто хочет повыше уровень или качество сервиса, может и, скажем, предпочесть и платную зону отдыха. Кстати говоря, сегодня есть платный пляж и на центральном пляже, не так ли? Да. Буквально в прошлом году появилась такая же зона отдыха и на центральном пляже города Гомеля. А в чем отличие, опять же, бесплатного пляжа от платного? Все же, вот такое кардинальное отличие в чем? В сервисе. То есть предоставление шезлонгов, кафе, скажем так, на самом пляже. Вот. И различные увлечения, которые на прокат предоставляются на данной зоне. Всем ли по карману входной билет? Вы знаете, вход бесплатный, что касается центральной, на центральной зоне. А вот что касается платной площадки? Бесплатно можно зайти на платную зону отдыха, но вот все услуги, скажем так, вы предоставляете, вы уже за них оплачиваете. Там есть камера хранения, если вы хотите оставить вещи свои. Шезлонг стоит 30 тысяч белорусских рублей. То есть, мне кажется, это доступная цена для всего дня. Сегодня очень многие говорят о частных пляжах. Этот ли пляж относится к частному? Ну нет, здесь стоит, наверное, говорить только лишь о платной зоне отдыха, не более того. Я предлагаю нам переместиться из центрального района в Советский. Советский. Отличное предложение. Ну, то, что касается Советского района, у нас три пляжа. Это Западный, это Роповский и это Любинский. Вот. Это популярный Любинский пляж, пожалуй, на слуху. Да. Он находится, скажем так, в пятом микрорайоне и основная масса отдыхающих приходится на него. Но, однако, в связи с тем, что сейчас вот развивается этот микрорайон 59-й, Шведская горка... Там появился новый пляж? Нет, новых пляжей не появилось в Советском районе. Я не знаю, откуда это пошла информация. На сегодняшний момент все эти три пляжа, они были, они функционируют. Единственное, что, возможно, это связано с тем, что пляж Роповский, он открылся в середине лета прошлого года. Это пляж, который находится в микрорайоне Шведская горка, вы правили? Ну, рядом с этим микрорайоном. Пляж, который находится в микрорайоне Шведская горка, это Западный. А вот Роповский, он находится посередине. Да, между пляжем Любинским и Шведской горкой. Отлично. А можно ли уже, скажем так, делать какие-то выводы, и какие же пляжи наиболее популярны среди гомельчан, наиболее, скажем так, густонаселенные? Ну, я так думаю, самый популярный, наверное, это город Центральный пляж. Это тот самый центральный пляж. Скорее всего, так, центральный, да. А в Советском районе проводили ли такую статистику? Ну, я хочу сказать, что у нас все эти три пляжа достаточно востребованы. И, в общем-то, очень посещаемы со стороны наших граждан, граждан нашего района. Снова возвращаясь к Центральному пляжу. В прошлом году Центральный пляж города Гомеля занял второе место в Беларуси по обустройству и содержанию мест отдыха. Оценка достаточно высокая, не так ли? Чего это стоило специалистам? Боюсь даже представить. Да, я немножко еще поясню и дополню. Пляж занял также первое место в областном смотре конкурсе. Потом он был выставлен на республиканский смотр конкурс. Да, и действительно, мы заняли первое место, пляж Центрального города Гомеля занял первое место в республиканском смотре конкурсе. Для этого, конечно, велась большая подготовительная работа. И, скажем так, всем городсполкомам, все службы, которые были причастны, администрации района, была проделана, конечно, значительная работа. Ни для кого, конечно, не секрет, что, наверное, все формы стоили, должны были обновляться, пляж должен был обновляться, ремонтироваться. Поэтому эта работа была проведена. Вот, и поэтому мы достигли, скажем так, город достиг такого результата. Замечательно. Есть к чему наверняка еще стремиться. Если обратную сторону этой медали рассмотреть, вот какие чаще всего нарекания гомельчан приходится слышать, что касается пляжей? Ну, вы знаете, наверное, таких серьезных замечаний, вот после всех работ по благоустройству, наверное, так и нет. Но вот всегда мы прислушиваемся к мнению жителей, всегда корректируем, скажем так, потому что без замечаний, конечно же, в этой сфере и не бывает. Ну, наверное, народ просит больше сервиса. И, быть может, есть какие-то нарекания по санитарному состоянию, периодически, может быть, по мусору возникают, либо эти вопросы все-таки в историю ушли? Действительно, до сих пор такие вопросы периодически возникают, до сих пор менталитет нашего человека не совсем дошел до европейского образца. Сами жалуемся, сами мусорят. Сами жалуемся, но опять же возникает вопрос, кто тогда мусорит. Конечно же, проводится широкоманштабная разъяснительная работа, как со стороны органов власти, так и со стороны органов госанадзора. В случае выявления нарушений при проведении надзорных мероприятий оперативно информируются соответствующие службы для наведения порядка в минимально возможные сроки. Что касается животных, которых многие гемельчане привыкли водить к воде на наши городские пляжи, сегодня проблема эта существует? Проблема такая существует. Ну, как я всегда говорю, это, наверное, все-таки культура людей. То есть все знают, что делать нельзя, но, к сожалению, это так. Это как-то ограничивается на законодательном уровне? Может быть, какие-то штрафные санкции есть? Конечно. К сожалению, по-другому нельзя? За это предусмотрена административная ответственность, и на центральном пляже установлены соответствующие информационные таблички, скажем так, с предупреждением о запрете выгола домашних животных в этих местах. Такая же ситуация, Александр Иванович, и на пляжах советского района. Да, такая же ситуация, она повсеместна, собственно говоря. Вот, помимо того, для поддержания, скажем так, и охраны правопорядка с целью исключения нарушений идет постоянный мониторинг как силами освода, так силами дружинников привлекают, так и совместно они работают со специалистами отдела внутренних дел. То есть составлены графики, идут периодически рейды по различным местам, не только по пляжам, но и там, где запрещено купание, то есть ведется огромная и разъяснительная работа, ну и иногда приходится применять и административные меры взыскания. То есть это только для граждан пляж вместо особого отдыха, да, и особого расслабления специалисты? Это кропотливая работа, огромная кропотливая работа, которую никто практически не видит, за исключением того круга лиц, который выполняет данный вид деятельности. Я так понимаю, с началом купального сезона прибавляется работа у сотрудников освода, верно? Да, действительно. Но хочу вас немножечко поправить или разъяснить для наших зрителей, для вас. Работа по повышению своего профессионального мастерства, по поддержанию нашей техники в готовности, она не прекращается круглый год. И если говорить о именно летнем периоде, то здесь ситуация такая, что мы ежегодно сдаем экзамен. Сдаем экзамен на свою профессиональную пригодность, на качество нашей работы. А в преддверии купального сезона эта работа активизируется, ну, где-то с февраля, с марта. Почему? Потому что здесь уже стараемся провести максимально возможное количество различных профилактических мероприятий в трудовых коллективах и в учебных учреждениях. Для того, чтобы подготовить людей, их сознание к тому, что наступает приятная пора, но, к сожалению, небезопасная. Люди слушают и слышат? Или же это все-таки остается где-то вдалеке? Вы знаете, если говорить о непосредственно пляжах, да, о тех местах, где расположены наши спасательные станции, спасательные посты, то эффективность нашей работы говорит о том, что за многие последние годы в этих местах не погиб ни один человек. Вот. А по эффективности вот этих вот разъяснительной работы, бесед, лекций, да, люди слушают. И это показатели о том, что у нас снижение идет гибели людей. Вот. Если мы говорим, ну, я пришел к вам на программу с цифрами по области в целом, да. Буду бы интересно. Да. Если говорить о нынешнем, вот, начале купального сезона, погибло 6 человек, в том числе один ребенок. В прошлом году за такой же период эта цифра была 15 и 4 несовершеннолетних. Это напряжение, это трата ресурсов. И когда буквально вчера сообщают, что в деревне Губичи погиб 7-летний мальчик, ну, честно говоря, несколько дней находишься в тупике и думаешь о том, что... Как такое могло произойти. Да, как такое могло произойти. А, кстати говоря, если все-таки вот эту тему немножко попробовать развить, дети на воде чаще всего страдают в отсутствии родителей? Или же все-таки это, в том числе, это пример того, когда родитель был рядом? Вы знаете, чаще всего дети страдают от отсутствия надзора со стороны взрослых. То есть родители сами себе отдыхают, дети сами себе... Совершенно верно. И здесь тоже надо быть отдыхать. Если говорить про тот случай, это не совсем был отдых. Просто я так понимаю, что родители ушли, оставили ребенка одного дома на частном подворье, а в конце огорода находился искусственный водоем, действительно, 30 метров. Очень маленький, а очень небольшой. Поэтому просто безнадзорность за детьми, она приводит чаще всего к трагедии. И не только на воде, наверное. Эти истории важны, как минимум, для того, чтобы люди задумались, правда? Показательные истории, но пусть их будет меньше в любом случае. Мы к этой теме, спасибо большое, вернемся еще чуть позже. Сейчас более приятным темам. Организация досуга на пляжах, на городских пляжах. Сегодня этому уделяется тоже большое внимание. Для любителей активного отдыха, для тех, кто не любит лежать на солнце и просто плавать. По крайней мере, не только за этим приходит к пляжу. Да, какие сегодня возможности предоставлены для таких людей на наших городских пляжах? Если говорить о центральном пляже, то буквально в прошлом году силами БРСН был установлен спортивный, скажем так, городок для занятий воркаутом. Вы знаете, всегда приятно, когда вечером зайти, посмотреть, когда молодежь занимается уже спортом, на самом деле. Пользуется спросом, то есть не простаивает. Я даже удивился, где-то даже порой очередь стоит. Молодцы. Пляжный волейбол тоже заняты все площадки, проводятся даже соревнования. Собственно говоря, видим. Видимо, сейчас подтверждение на экране. И, конечно же, вся спортивная зона, которая расположена за центральным пляжем, она тоже занята. Там уже условное у вас покрытие, футбольное поле, то есть тоже можно заниматься активно спортом. Что касается, скажем так, пляжа, который расположен в Лолотове на Каскаде-Озер, там тоже существуют площадки для пляжного волейбола. И для маленьких детей, скажем, существует детский городок, где можно тоже поиграть в различные игры или позаниматься. Часто это и культурные мероприятия, и массовые мероприятия, правда? Да, конечно. Ну, то, что касается пляжей советского района, то вот у нас на Роповском и на Любенском аналогичные ситуации. Имеются площадки как футбольные, так и волейбольные. Вот. Плюс у нас еще имеется прокат лодок и катамаранов, организован вот по этим двум пляжам на платной основе. Ну, естественно, никуда без спасательных жилетов, правильно? И всех мер безопасности. Это, конечно. По центральному пляжу буквально в том году и в этом открылся прокат. Прокат велосипедов, прокат тоже спортивной инвентаря. Что тоже сегодня пользуется популярностью. Молодежь ведет активность, здоровый образ жизни. Ну, по большей части. И количество велосипедов уже в разы выросло. И на улице города, ну и, конечно, в заречной зоне это заметно. В конце концов, а место для велосипедных прогулок имеется на пляжах наших? Конечно, лыжная трасса, которая расположена за пляжем, поэтому очень удобно. Кто-то на лыжах в зимнее время, а кто-то на велосипеде. А кто-то и на лыжах, и на велосипеде ведет круглый год здорового образа жизни. Что касается мороженого, прохладительных напитков, без минимального сервиса никуда. Насколько активно частный бизнес подключается к этой работе? Насколько активно они представлены сегодня на пляжах? Ну, у нас в этом отношении, скажем так, есть летнее кафе, мини-кафе. Это на пляже Любенском. Но, к сожалению, частный бизнес, он ориентирован на прибыль. И есть определенные сложности в данной ситуации. Заключаются они в том, что на сегодняшний момент запрещено на пляжах распространять слабоалкогольные и алкогольные продукции в этих кафе. Как правило, статистика показывает, что это основной доход, который получают эти мини-кафе, работая на пляжах. А как же квас, мороженое? Газированные напитки? Ну, вот, к сожалению, ситуация такая, да. К сожалению, ситуация такая. И поэтому частный бизнес очень слабо, очень плохо в этом отношении. Где-то приходится подстраховывать, что называется, государственным предприятием. В прошлом году, когда проводили работы по реконструкции, скажем так, или благоустройству центрального пляжа, было предусмотрено 8 стационарных мест, площадок для кафе. На сегодняшний день занято 4. Ну, конечно, все связано с сезонностью, здесь стоит понимать. Но, тем не менее, 4 организации, 4, скажем так, предпринимателя занимают достойно это место. Есть продажи и прохладительные напитки, и, скажем так, мороженое. Я думаю, что при правильной организации летом пляж, по-моему, прекрасное место для того, чтобы и раскрутить, что называется, свой бизнес. Да, существует, конечно, проблема востребованных товаров. Но мне кажется, что при, опять же, правильной организации и за квасом можно организовать очередь. Такой же выбор, скажем так, сервиса и в спальных районах? Ну, чуть поскромнее, но тоже есть. Скажем так, вот на озерах на Петухсебровке, которые я говорил выше, существует кафе. Второе кафе в стадии строительства. Поэтому я тоже думаю, все будет хорошо. Дмитрий Анатольевич, безопасность превыше всего. На всех ли территориях, предусмотренных для летнего отдыха, говорим, понятное дело, о пляжах, сегодня разрешено купаться, что говорит первый месяц лета 2016? Да, действительно, думаю, не лишним будет повторить о том, что необходимо четко отличать зону отдыха от пляжа с возможностью купания. Необходимо напомнить, что зоны, предназначенные для купания, они утверждаются ежегодно. Как уже говорили, проводится серьезная подготовительная работа, готовятся необходимые разрешительные документы, и эти места специально обозначены. И государственный санитарный надзор осуществляется именно за этими объектами. Я бы хотел сказать прямо сейчас, перечислить их все, поскольку у нас до сих пор существует некоторая путаница среди населения. На контроле у госсанадзора в настоящее время находится центральный городской пляж, два пляжа на каскаде озер Польца Петруся-Бровки, три пляжа в советском районе города Гомеля, это пляжи западный Роповский на реке Сож, а также пляж на Любинском озере. В Новобелецком районе один пляж, пляж Новобелецкий, также находится на контроле. Это те территории, где каждый гомельчанин может чувствовать себя в безопасности, знать, что вода под контролем, знать, что за твоим пребыванием тоже специалисты, что называется, наблюдают, подстраховывают где-то. Да, конечно, это именно те территории, за которыми проводятся систематические, еженедельные надзорные мероприятия, в том числе с проведением лабораторных исследований качества воды. И стоит отметить тот факт, что за другими водоемами лабораторный контроль воды не осуществляется, в связи с чем использование их для купания, конечно же, категорически запрещено. Итак, пляжный сезон не так давно стартовал, тем не менее сегодня на нескольких городских пляжах ограничено купание детей. С чем это связано? Действительно, по состоянию на сегодняшний день ограничено купание детей на трех городских пляжах. Это пляжи Роповский, Новобелецкий и один из пляжей на каскаде озер по улице Петро-Себровки со стороны улицы Сверидова. Связано это с несоответствием воды, водоемов в зонах купания этих пляжей, требованием гигиенических нормативов по содержанию микроорганизмов. Следует отметить, что показатель микробного загрязнения воды подвержен влиянию множества факторов и постоянно изменяется. Именно по этой причине лабораторные исследования качества всех водоемов в зонах купания проводятся еженедельно. И оперативную информацию о действующих либо вводимых ограничениях использования водоемов можно найти на официальных сайтах учреждений госанадзора. То есть лучше все-таки в мерах безопасности, прежде чем выбирать пляж, посмотреть на сайте эту информацию, правильно, и определиться уже с местом. И даже если вы пришли на тот или иной пляж, практически всегда размещена информация на счетах. Запрещено, что рекомендовано, что... Ограничительное мероприятие на пляжах всегда предусматривает информирование населения. В данном случае используются сайты учреждений госанадзора, сайты администрации районов, горы сполкома, средства массовой информации, ну и непосредственно, конечно же, информация на информационных стендах на каждом конкретном пляже. Поэтому необходимо эту информацию всегда принимать во внимание. Каким в этом плане было лето 2015? Купальный сезон 2015 года и качество водоемов также было нестабильным, среди чем ограничительные мероприятия принимались по мере необходимости. Для примера можно сказать, что купание детей на каскаде озер в прошлом году было ограничено с середины июня, в то время как на Новобелецком пляже с самого конца августа. В этом году ситуация изменилась, в связи с чем меры принимаются в соответствии с ситуацией. Многие игнорируют запреты эпидемиологов. Чем это опасно? Невыполнение рекомендаций специалистов, конечно же, может привести к развитию заболеваний. Чаще всего это кишечные инфекции и поражение кожи. Особое внимание следует уделить здоровью детей, поскольку восприимчивость детского организма к инфекциям значительно выше, чем у взрослых. Плюс к этому дети, играя в воде, зачастую заглатывают воду, что также способствует заражению. Поэтому внимание родителей на первом месте, конечно же, должно быть за свое здоровье и здоровье своих близких. Я предлагаю вернуться к теме безопасности на воде. Геннадий Леонидович, расскажите, как много ваших сотрудников задействовано в этой работе и насколько они современно оснащены. Водолазно-спасательная служба нашей областной организации является самой крупной в Республике Беларусь. Она состоит из 15 спасательных станций, 12 постоянно действующих и 12 сезонных спасательных постов. Если говорить о постоянном составе спасателей, это в области 300 человек. Плюс на этот сезон купальный мы еще добрали 125 сезонных работников, которые прошли соответствующую подготовку, и сейчас они работают и на спасательных станциях, и на спасательных постах. Если говорить про город Гомель, то здесь у нас 8 сезонных, один постоянно действующих спасательных постов и три спасательных станции. Статистика первого летнего месяца. Вас как специалиста, который работает с этой темой, радует? Не столько радует, сколько обнадеживает. Пока рано говорить об этом. Да, что обнадеживает, что мы в принципе сможем удержать те позиции, которых мы добились в прошлом году. По крайней мере, все к этому движется. А вот и еще тема для разговора. Прямо сейчас предлагаю посмотреть видеоролик, который в свое время практически взорвал интернет и собрал более полутора миллионов просмотров. Внимание на экран. Субтитры создавал DimaTorzok Девчонки, давайте по 50 и завтра в школу не пойдем. Давай, не пойдем. Давай, давай, давай. Опа, опа. Отпускай, а ты ты дверь, сука, беж. А я боюсь. Куда? Куда ты собираешься? Нормально, пускай отойдет. Максим, подтянется. Максим, подтянется. Да, пускай. Максим, иди сюда. Не трогай, давай. Давай, давай. Максим, будь мужиком, давай. Что ты ему говоришь? Нормально. Он на ногах стоит. Аркетра на позицию. Субтитры создавал DimaTorzok Ролик где-то до дрожи по коже, правда? Можно по-разному трактовать информацию и все, как это показано. По-моему, иногда и нужно немножко перегнуть палку для того, чтобы задеть нужные струны, правда? Правда. Самое главное, что итог. Итог именно такой. Я думаю, у того, кто в следующий раз соберется в нетрезвом виде идти в воду, перед глазами встанет эта картинка и, возможно, она кого-то остановит. Надеюсь. От необдуманного шага. Мы по субботам и воскресеньям проводим мобильные группы, скажем так, по запрещению или ограничению окупания в неустановленных местах. И вот вызывают порой такие негативные эмоции со стороны населения. Как я всегда говорю, мы же спасаем где-то порой, правильно, и в вашей жизни. То есть зачем вот так реагировать или не понимают взрослые люди, что этого делать нельзя, и это же их жизнь. Будем надеяться, каждый сделает свой вывод из сегодняшнего разговора. Настало время подводить итоги и делать выводы нам. У каждого из вас есть буквально по 30 секунд для того, чтобы посоветовать гомельчанам, как действовать при планировании своего летнего отдыха. Мой совет гомельчанам, тем, которые идут на пляж, во-первых, это категорически в состоянии опьянения, любого опьянения, не идти в воду. Потому что, как вот только что мы видели, по статистике 80-ти находились в состоянии алкогольного опьянения. Это раз. Второе, родителям, обязательно присутствующим с детьми на пляже, следить за своими чадами. Кстати, может, об этом кто-то не знает, но детей одних до 14 лет на пляж без родителей, без сопровождения надзора родителей, запрещено, скажем так, правилам поведения на водах отпускать. И это административно наказуемая ситуация. Так что вот соблюдать требования правил поведения на водах, это мой совет. Это самое главное правило? Да, мой совет. И секрет, наверное, положительного отдыха, да? И положительных эмоций. Спасибо. Я, как врач, хотел бы посоветовать всем горожанам, гостям нашего города, соблюдать на пляжах элементарные правила личной гигиены. Не забывать мыть руки перед едой. Если такой возможности нет, можно использовать влажные салфетки. Если есть желание перекусить с продуктами, принесенными из дому, предпочтение необходимо отдавать нескоропортящимся продуктам, поскольку продукты, требующие условия хранения в холодильнике, через несколько часов непременно испортятся и могут привести к отравлению. Навременно хотел бы попросить всех соблюдать элементарную культуру, не мусорить на наших красивых и живописных пляжах. И в завершении, что касается купания в трезвом виде, я бы хотел обратиться к каждому жителе отдельно и, конечно же, к друзьям этих людей. Человек в состоянии алкогольного опьянения не понимает всю опасность сложившейся ситуации, но рядом всегда есть кто-то знакомый и близкий, которые в этой ситуации, мне кажется, обязательно должны помочь своему другу не сделать роковой ошибкой. Хочется просто, наверное, пожелать в этом сезоне, уже месяц практически прошел, осталось два месяца лета, хорошей погоды всем отдыхающим, приятного настроения. Городские власти, я считаю, сделали максимально возможным и комфортным этот отдых, чтобы он прошел удачно на пляжах нашего города. В свою очередь приглашаете, конечно, и на Центральный пляж, один из самых лучших пляжей в Беларуси, сегодня мы об этом узнали, ну и на другие пляжи областного центра. Ваш вывод? Чаще всего в местах отдыха у воды на пляжах наши граждане встречают все-таки работников возвод, работников водолазно-спасательной службы. Хотелось бы еще более тесного взаимопонимания, что мы лишнего не просим, именно просим, не требуем, еще раз повторяю. Мы лишнего не просим, а просим лишь только об одном, чтобы они внимательно следили за своим поведением, что не привело бы к несчастному случаю. И чтобы не доставляли хлопот сотрудникам освода, верно? Это не обсуждается. Спасибо большое за ваши советы и за полезную информацию. Я очень уверена, кто-то прислушается, наверняка многие прислушаются. И доброго вечера вам, замечательного лета. Вам и вашим близким. Спасибо. Доброго вечера. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» 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 Практически музыка космоса в исполнении гомельского коллектива «Эхо Земли». Здравствуйте, ребят. Добрый вечер. Сегодня в студии музыкант и лидер коллектива «Евгений Пашениц». Музыкант Елена Платонова, вокалист Сергей Атрохов вместе с дружной командой «Эхо Земли». Ребята, расскажите о номере, который мы только что видели, какие инструменты в нем задействованы. Сегодня у нас был африканский барабан «Джамбе». Два посоха дождя называются инструменты. Это вот эти инструменты можно продемонстрировать. Называются-то они одинаково, а выглядят почему по-разному? Ну, это зависит от материала, который изготавливается, и зависимости, какого звука хочется добиться. Побольше он более глухой, а поменьше более яркий. Что еще представлено в композиции? Вот, Леночка наша играла на варгане. Дан Мой называется, вьетнамский варган. Можно примерно и звуковое сопровождение, чтобы было понятно. Я не представляю, как вы это делаете, если честно. И только один инструмент был не задействован, это волшебное диджи-риду. Да, но у нас сегодня еще и горловое пение было здесь, у нас Сережа наш горловик, скажем так, вокалист. Ну, да, и единственное, что не хватило пока ручек, но, да, единственное, диджи-риду пока было неиспользовано. И все же этот инструмент, экзотическое диджи-риду, в центре внимания. Это, мы знаем, старейший духовой инструмент в мире. Расскажите о нем. Диджи-риду – это европезированное название этого инструмента. Оригинальное название – едаки, он пришел к нам из Австралии. И да, вы правы, это один из самых древних духовых инструментов в мире на данный момент. Наверняка не каждый музыкант отважится играть на этом инструменте, верно? Ну, как сказать? Все зависит от практики, скажем так, и от возможностей человека. Но, честно говоря, любой человек за некоторое время может научиться играть даже на таком большом инструменте. Звучит он всего на одной ноте, не так ли? Да, такой инструмент, независимо какого размера, скажем так, из чего сделан, каждый диджи-риду подгоняется под одну определенную ноту. И максимально, что музыкант может извлечь на инструменте, это перейти на другую соседнюю ноту, то есть там либо выше, либо ниже. Ну, диапазон, да, скромненький. Я думаю, что зрители назвали этот инструмент гипердудка. Так вот, как же звучит эта гипердудка, можем продемонстрировать? Да, конечно. Хорошо. Только что мы сами убедились, что музыка диджи-риду может принести в самое сердце австралийского племени. Кстати, об этом много пишут, это правда? Этот инструмент использовался аборигенами для каких-то своих ритуалов шаманских определенных, но не как музыкальных инструментов. Поэтому, да, при игре на нем, скажем так, и играющий музыкант, и люди окружающие, которые слушают, да, не своевольно, скажем так, входит в какой-то определенный транс. В сети пишут, что диджи-риду изготавливается самой природой при помощи термитов. На самом деле, да, этот инструмент изготавливается при помощи термитов. В Австралии абориген брал такой вот ствол эвкалипта, потому что там в основном дерево эвкалипт, так как оно мягкое по субстанции, скажем так. Заготовка вставлялась, да, в большой муравейник из термитов и оставался на некоторое время. За это время около месяца, как рассказывают, скажем так, аборигены. За это время термиты проедали полностью всю внутреннюю полость заготовки, и оставалась только, скажем, такая кора. И диджи-риду это просто ствол, просто насквозь дырочка, ничего больше нету. И дальше, да, при помощи специальных определенных техник уже играется. Инструмент уже готов. То есть в Белоруссии изготовить такой инструмент практически невозможно, я так понимаю? Не скажу, почему нет. У нас в Белоруссии уже есть некоторые, скажем так, мастера, которые начинают и пробуют изготавливать эти музыкальные инструменты диджи-риду. Конечно, у нас термитов нету, но сам процесс изготовления немножко другой. Но от этого не меняется специфика игры на нем. В современном мире сейчас диджи-риду изготавливается из разных других пород дерева. Это не так сильно принципиально для любого человека, но для музыканта это имеет свой определенный такой нюанс. Потому что чем тверже порода дерева любого, тем звук из диджи-риду получается более глухой и более басовый. Чем дерево более мягкой породы, допустим, в данном случае это елка, это ель, мягкая порода, инструмент тогда приобретает очень четкий тембр, высокие звуки и очень передает хорошее качество звука, скажем так. То есть твоя диджи-риду белорусская? Российская. Словянская, в конце концов. Именно данный инструмент приобретался у мастера в России. Но повторюсь опять, да, у нас в Беларуси делают, мы сами тоже сейчас начинаем потихоньку тоже пробовать, изучать моменты по изготовлению этих инструментов. Вот, на самом деле ничего такого сложного нету, заготовка просто распиливается, выдавливается, обратно склеивается, лакируется и на это тратится некоторое время. В мае этого года Эхо Земли отметил свой второй день рождения проведением мини-фестиваля в Гомеле. Расскажите, как все прошло? Изначально планировалось просто собрать всех людей, которые именно у нас в группе, с нами очень часто общаются, именно просто знакомых. Тоже разослали просто, даже не разослали, просто повесили пост у нас на стене, но пришло такое большое количество людей, что мы сами не ожидали, просто настолько были в восторге. Люди приходят, и мы приходим, думаем, когда уже закончится, когда уже что-то пройдет, а они все идут и идут. Место проведения рядом с рекой Сош. Время и место проведения данного мероприятия мы планировали заранее. Как и год назад, скажем так, первый наш день рождения мы проводили на том же месте. И второй год подряд мы провели на нашем любимом, таком сокровенном месте наш праздник. Честно говоря, да, мы не ожидали на самом деле такого большого потока людей. Мы не собирали, не организовывали что-то такое сверхъестественное, но было очень даже, скажем так, много заявок поступало от людей, которые хотели поучаствовать в нашем празднике. А наверняка интересовались мнениями участников, что говорили ребят? Большинству очень понравилось. У нас так спонтанно получилась даже интересная программа, и углехождение присутствовало. Что входило в программу? Для тех, кто не присутствовал на мероприятии, расскажите. Ну, естественно, музыкальный джем. Звучала музыка. Люди могли, у нас были ребята, которые принесли с собой всякие разные сладости, фрукты, могли попить чайку. Ребята делали даже свой домашний плов, то есть вегетарианский, хороший плов без мяса, потому что так, как неизвестно, кто-нибудь мясо ест, либо не ест. Поэтому просто делали уже плов на огне. Потом уже получилось два костра. Потом уже сделали игминоуглехождение, там опять же били в барабаны, людям очень понравилось, они ходили по углю. Многие даже не знали, что вообще такое возможно, они от себя такого не ожидали. Но потом осмелились, пошли, а потом уже кто-то вместе с кем-то познакомились, ведь уже какое-то общее дело есть, и уже расходились. Опять же, вот у нас было файр-шоу, девушка выступала, тоже было потрясающее выступление. Практически в джунглях, да, проходил фестиваль, экзотическое мероприятие. Ну да, в гомельских наших джунглях. Первое знакомство с вашим коллективом здесь, в студии областного телевидения, состоялось около года назад, тогда во главе с идейным вдохновителем, основателем команды Владом Старинским. Женя, расскажи о вкладе этого человека вообще в становление коллектива «Эхо Земли». Это уже какое-то уже брендовое имя «Эхо Земли». Все это было организовано, придумано спонтанно одним человеком, да, Владом Старинским. К сожалению, в прошлом лету он погиб в автокатастрофе. Это была большая потеря для нас всех, для родных, для близких, для коллектива. Мы очень долго приходили в себя, даже некоторое время вообще нигде не появлялись. Посещала частенько мысль вообще это все бросить, скажем так. Но нашли силы, нашли все-таки решение продолжать это великое дело, продолжать радовать людей своей музыкой, своими умениями, своими достижениями. В том числе в памяти об этом человеке? Конечно, конечно, даже в памяти для этого человека это все, в принципе, и делается. Как сегодня позиционируете коллектив и много ли пришло новых ребят? На данный момент коллектив у нас уже, наверное, больше не как школа диджеридо, а позиционируется как этнический коллектив, который вобрал в себя абсолютно разные направления. Музыки, новые ребята приходят. А вот последний год, как вы заметили, капитально изменился состав. После трагедии многие не захотели, скажем так, в этом участвовать по разным причинам. Но в последнее время, да, у нас получается такой постоянно сессионный состав, который постоянно меняется, потому что мы, опять-таки, не останавливаемся на чем-то одном. С самого начала это было какое-то австралийское что-то такое, арабское, восточная музыка. Сейчас мы пробуем много разных других интересных инструментов все это совмещать. Вот в первой нашей композиции, как вы слышали, да, это были вот даже восточные танцы и другие некоторые инструменты. И уже немножко такой был хип-хоп, да, такое новенькое, что-то современненькое, под горловое пение и под мантры читались. И, как вы услышали, это очень даже здорово все заходит, скажем так. Кстати говоря, я знаю, что вы выступаете не только на сценических площадках, но и на улицах Гомеля, на улицах белорусских городов, да и в России. Что говорят, как реагируют прохожие? Многие прохожие вообще реагируют, многие страны, ой, что это такое? А дайте попробовать, а дайте посмотреть, а как это происходит? Там вот, как вы диджеридо, у вас там что, какой-то моторчик есть? Как вы вообще это делаете? Ну, многие подходят, людям нравится, они слушают, но те, которые не заинтересованы, то есть они, конечно, естественно, проходят мимо. Но большая часть она останавливается. Вот то же самое, как и вот с этим музыкальным инструментом тоже. Который похож на камень. Ну, это не камень, не на что-то. На летающую тарелку, я бы сказала. Это хэппи-драм. Такой музыкальный инструмент. Сейчас вам продемонстрирую, как он звучит. У нас тоже в композиции был второй музыкальный инструмент. Сейчас. Сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok По-моему, очень мелодично. Эти инструменты, я вот сделал вывод, звучат одинаково хорошо как вместе, так и по отдельности. Правда? Ну да, под нашу специфику, скажем так, исполнения музыки мы подбираем разные такие интересные инструменты, которые между собой сочетаются. Которые можно и солирующие моменты выдавать, играть. И также они очень хорошо звучат все вместе в одной мелодии, скажем так. Были ли среди прохожих те, кто хотел присоединиться к коллективу в будущем? Ну вот, некоторые так и присоединялись. Вот как у меня, допустим, произошел такой случай. Вот как раз это был день города, в начале в том году. И вот я туда как-то случайно пришел. Ты проходил мимо? Проходил мимо, как скажем так. Меня придуты привезли друзья. Тоже пришел, думаю, что такое, дайте я с вами попою. Слышал волшебную музыку и решил стать частью этого? Почему бы не? Ты тоже с ребятами начал петь. А потом как-то оно так завязалось, завязалось, завязалось. И потом уже. В чем философия ваших выступлений? Нести музыку к людям. Дарите им улыбки, дарите музыку. Показывайте новые музыкальные инструменты, чтобы как-то человек больше узнавал что-то новое. Да и нам как-то намного веселее. Когда человек радуется, на душе тоже всегда становится добрее. Еще один интересный проект «Эхо Земли». Я бы сказал так, социальный проект. Это сотрудничество с отделением дневного и круглосуточного пребывания для детей. Неинвалидов и молодых инвалидов. Майский цветок. Этот центр находится в железнодорожном районе города Гомеля. Расскажите об этом сотрудничестве. Около года назад через Влада я вместе с ним попала в этот центр. Познакомились с ребятами, которые там проходят реабилитацию, которые находятся там. Познакомили их с музыкой. Заинтересовались нами. Как эти люди реагировали на вашу музыку? Им очень интересно было. Ну, очень переживали... Смогут ли они принести участие в исполнении? Да, воспитателя, которые там... Как они вообще воспримут, потому что дети... Ну, они особенные. Все по-разному. Ну, вот особенно барабаны. Их очень впечатлили. Вот. И как-то потом мы на какой-то период времени потерялись. И вот буквально зимой возобновили общение. И уже стали туда вот на постоянной основе приходить. Ну, так как волонтеры, скажем, как социальные работники, как нас там уже называют. Мы проводим уже такую большую серьезную работу, такую терапию через музыкальные инструменты разные. Опять-таки по инициативе Влада. Он тогда очень сильно хотел делать, скажем так, добро. Вот мы продолжаем это действие, скажем так. И да, с такими людьми, детьми, конечно, сложновато, потому что, как Лена говорила, разные есть особенности. Но, как показывает практика... Сложно, но интересно. Сложно, но интересно. И у нас уже есть, да, большое достижение. Кстати, у нас есть видеоматериал в тему разговора. Давайте посмотрим. Что ж, ну, а мы двигаемся дальше. Знаю, что организовали в областном центре мастер-классы по горловому пению, игре на диджериду и других достаточно экзотических инструментах. Как проходит тот самый процесс обучения? Процесс обучения, как правило, мы набираем определенную группу людей. То есть неопределенно, вообще без разницы нам, кто какой человек. То есть мы набираем просто группу людей и начинаем же проводить обучение. Обучение проводится как в группах, так и можно индивидуально. Но, естественно, когда горловое пение — это такой вид пения, который каждому человеку нужно подходить индивидуально. То есть у каждого человека голос нормальный, ты все понимаешь. Но некоторые моменты нужно к каждому именно вот отдельно подойти. Вот ты неправильно здесь делаешь, ты неправильно здесь делаешь. То есть чем меньше группа, тем эффективнее занятия, скажем так. Ну, тем меньше занимает это времени, скажем так. Потому что когда много людей, приходится на всех каждому подходить, каждому что-то показывать. Но, естественно, этому научиться можно буквально за день. Этому можно легко научиться, там, часа даже за два можно легко научиться. Если человек уже будет правильно понимать, то есть более-менее он уже научится сразу. Что наиболее полезно и интересно для начинающих певцов? Когда мы где-то играем, выступаем или просто на улице радуемся и джемим, большинство всех интересует, конечно же, что-то такое космическое, это хэппи-драмы. В основном все спрашивают барабаны, потому что нас очень далеко слышно, и все идут на звук. Ну и диджериду уже такой на пятерку лидерах, скажем так, входит, потому что не все понимают, не все воспринимают инструменты. Некоторые воспринимают, ну и палка, ну и палка, ну и что-то издает, и все. Есть попадаются ценители, которые жаждут научиться и на нем играть. Ну, в основном народ сейчас хочет танцевать, поэтому все в основном смотрят и слушают именно то, что... То, что играют профессионалы. То, что играет, да, и то, что качает, как сейчас называется. Женя, скажи, а вот если говорить про экспресс-обучение, я не знаю, практикуете вы это или нет, как насчет того, чтобы, ну, сделать небольшой курс для ведущих программы «Добрый вечер», так, чтобы в свободное время мы могли не только сказать «Добрый вечер, Гомель», но и разбудить спящих в это еще не самое позднее время. Да, конечно, почему бы нет, можем. Екатерина, давайте мы вам дадим «Посох дождя». Замечательное название, уже только за название нужно научиться на нем играть. Нам вам мы дадим «Хэппи драм». Будете у нас... Я буду отвечать за хорошее настроение. За космическую музыку. За вообще атмосферу космической музыки. Осталось понять, как же это делается. Давай начнем с экспромта. Давайте присоединимся и попробуем что-нибудь импровизировать и сделать что-нибудь такое качающее, мощное. За более полной информацией мы отправимся на мастер-классы. Ну а сейчас такая настоящая импровизация прямо сейчас в студии программы «Добрый вечер, Гомель». Для того, чтобы сделать очень хорошую композицию вместе с вами, я приглашу наш весь коллектив. Сережа, дай биток. И держи его ровно. Сережа, дай биток. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Ну что ж, это может длиться бесконечно Главное в удовольствие Самое время пожелать всем нам и нашим телезрителям хорошей музыки и доброго вечера Доброго вечера, Гомель Доброго вечера